Добрый день! С вами ведущий аналитик Гранд Капитал Роман Кушаев и сегодня мы поговорим на тему киберспорта. Как простое увлечение превратилось в дисциплину и грандиозное шоу с огромными призовыми. Считается, что первым соревновательным событием стал локальный турнир в компьютерной лаборатории Стэнфорда по игре «Спейсмар. Космическая стрелянка». Случилось это в 1972 году, 19 октября. Призом за победу была годовая подписка на журнал Rolling Stones. Забавно, что сейчас игровые мероприятия собирают аудиторию не меньше, чем группы Rolling Stones в их лучшие годы. Первым действительно серьезным мероприятием стал чемпионат по игре «Спейс инвейдерс», проведенный компанией Atari в 1980 году. В нем приняло участие более 10 тысяч человек. Но настоящий расцвет соревновательного гейминга произошел спустя еще 10 лет. В 1990 году был проведен первый турнир с крупным призовым фондом. Чемпионат мира, организованной компанией Nintendo. Победитель забрал 10 тысяч долларов. Все это было лишь началом, скорее даже предвестником такого явления, как киберспорт. Консоли были весьма ограничены в своих сетевых возможностях, да и сам интернет тогда был не в таком виде, в котором мы привыкли к нему сейчас. Именно поэтому появление персональных компьютеров и развитие интернета стало мощным толчком в развитии соревновательных игр. В 1997 году состоялся турнир по шутеру от первого лица Quake, где разница между уровнем игроков была огромна, и действительно опытных и сильных игроков бить было практически нереально. Это дало зрелищность, мотивацию и настоящий дух соревнований. Все то, что до этого было лишь в классическом спорте, но не было в аркадных играх с консолей. Победитель этого турнира получил красные феррари в качестве приза. Через неделю после этого появилась первая профессиональная киберспортивная лига CPL. Общий призовой фонд этой лиги за 10 лет превысил 3 миллиона долларов. Спустя год, в 1998 появилась культовая стратегия для мира киберспорта StarCraft. Центром ее популярности стала Южная Корея, причем пусть и исторический киберспорт зародился в Америке, Южная Корея вполне заслуженно считается родиной соревновательного гейминга. Подход как игроков, так и организаторов к своему делу здесь был на столь высоком уровне, что все, что было до этого, стало сложно воспринимать всерьез. Именно Сеул отныне является законодателем мод в мире киберспорта. Южная Корея смогла систематизировать и упорядочить киберспорт. На законодательном уровне были созданы ассоциации профессиональных игроков, официальные лиги и чемпионаты. StarCraft и Лига Легенд для Южной Кореи без преувеличения стали, как футбол для Бразилии. Европа в плане киберспорта всегда была отстающим регионом, и первые серьезные соревнования случились только в 2006 году. Эти соревнования назывались World Kyber Games. Турнир действительно оказался зрелищным и имел популярность как на месте проведения, так и в сети интернет. Европа собирала тренды со всех регионов сразу. Здесь нашлось место и для популярной ВСНГ-доты, и для Лиги Легенд, лидирующей в Америке, и для классического корейского StarCraft. В Америке до киберспорта было два ключевых события. Основание спортивной организации Evil Geniuses в 1999 году и создание Лиги MLG в 2002. Evil Geniuses был первым в мире зарегистрированным киберспортивным клубом. MLG стала самой большой лигой, охватывающей как консольные дисциплины, так и компьютерные. Все крупные турниры по самым богатым дисциплинам, такие как Dota и Lull, проводились в Америке. В России же киберспорт является самобытной индустрией. Нас действительно любят киберспорт, и фанбаза вполне конкурентно способна с другими регионами. Но в целом слабая платежеспособность и экономическая нестабильность очень долго отпугивала инвесторов от нашего региона. Даже несмотря на большое количество сильных талантов и огромном энтузиазме комьюнити, киберспорт в России в начале 2000-х находился в плачевном состоянии. И хоть у нас киберспорт был официально признан раньше, чем где бы то ни было, никакой государственной поддержки он не получал и развивался очень медленно. Индустрия смогла сдвинуться с мертвой точки в 2011 году, именно благодаря игрокам, когда команда Na'Vi взяла первый турнир по игре Dota 2 с призовым фондом в 1 миллион долларов. После этого именно благодаря Dota развитие киберспорта в России началось с невиданной скоростью. Все крупные лиги обратили внимание на российские команды, а также возможность проведения лан-турниров в Москве. На данный момент киберспорт находится в прекрасной форме. Огромная фан-база легко помогает находить инвесторов. Организация доросла до уровня, где не уступают обычному спорту, а возможно даже уже превосходят. Талантливые игроки могут позволить себе прекрасную жизнь, занимаясь лишь своим делом, а не совмещая игры в виде хобби с обычной жизнью. В киберспорт также приходят крупнейшие медиамагнаты, футбольные клубы и клубы НБА. Индустрия киберспорта еще далека от своей финальной формы, и потенциал роста оценить очень сложно. Однозначно, в ближайшем будущем разница между обычным киберспортом сотрется, и сам факт существования такой индустрии больше не будет вызывать ни у кого удивления.